здравствуйте уважаемые зрители я давно не снимал видео на тему ну скажем аналитики аналитических обзоров по всяким там разным умникам хитрецам ахайщикам на тему зоши главное на мою тему тему сыроедения живого питания что вот сейчас попалась вот эта дамочка она собственно и раньше попадалась не такое известно есть видео в сети 5 лет сыроедения мои проблемы со здоровьем я его полностью не смотрел потому что просто понял какую чушь она несет не то что с ней происходило я всегда верю людям то что вот говорит человек я в это верю допустим с ней все это происходило не сомневаюсь но какие выводы она из этого сделает это идиотичные выводы на выводы которым она себя просто успокоить хотела как собственно обычно это и бывает таких ситуаций кто не смотрел советую посмотреть про викторию бутылька и мой обзор мой обзор аналитику на ее видео где она тоже вот начала хаять сыроедение так сказать и в обратную сторону развернулась забыв правда то что в свое время сыроедение ей ее мужу и детям спасло жизни реально и она живет только потому сейчас что она свое время перешла на сыроедение а ошибки которые потом стали возникать вернее проблемы которые потом стали возникать со здоровьем у них есть причины ошибки которые были которые они допустили на этом сыроедение ну вот и сейчас давайте послушаем что она говорит ролик ее короткий я конечно буду комментировать больше то что нужно же людям объяснить популярные доходчиво вот да хочу сказать что называется это видео почему средне работает на сроках более пяти лет право сразу скажу что я уже где-то 7 лет у меня и она работает а что касается куда пропадают бывшие сыроеды да они действительно пропадают на интерес послышать послушать от нее что она скажет комментарии отключены вот это к сожалению дискуссия на вступать не хочет но лайки и злайки ладно понятно бывает наглецы которые так достают что действительно так сказать это там ну хотя уж если с таким извините меня выступила то надо послушать обратную сторону но она этого не хочет и так слушаем что она будет вещать здравствуйте этим видео я хотел бы ответить на вопрос почему я снимаю видео о сыроедении хотя я так сильно сама пострадала но это вполне логично если человек например пострадал действительно от чего-то предположим от сыроедения он хочет предостеречь других например и это очень правильная позиция только нужно тогда совершенно логично и приводить аргументы так сказать опять-таки оставляя возможность для каких-то сомнений то есть беспристрастно анализируя получилось ли у нее это давайте послушаем для тех кто не в курсе я скажу что я пять лет была на сыроедении у меня было достаточно строгое сыроедение это было не фрукторианство потому что я ела овощи но это было почти фрукторианство потому что овощей я ела немного и проценты почти большой я ела только в конце сыроедения а на протяжении всего сыроедения я ела не ела ни орехов не злаков не проростков я ела только фрукты и овощи я не ела масло я не ела всякое 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 которое готовится из смеси всяких изюмов орехов и прочего потому что их рецептов сыроедных разных жамок в интернете очень много и некоторые поганые слова жамок ну ладно продвиженцы сыроедения очень любят вести блоги и вешать сложные длинные и очень-очень вкусные рецепты где надо положить 200 300 грамм грецких орехов 500 грамм изюма все это смешать и есть это помогут только вот я хочу сказать что это она привела в пример сложные длинные рецепты с двух компонентов это конечно оригинально да я понимаю что есть такие люди кто ведут действительно сложные разные рецепты в принципе что это плохо нет неплохо если люди дают другим людям вкус и дают понять что вот вкусная еда не от того значит вкусно что это мясо с подливкой и так далее потому что там есть соль специи потому что там есть сладкие кислые пряные другие вкусы то что по классической аэровиде совершенно в данном случае она права человеку дает привычное ощущение желанные результаты в виде эффектов этих наслаждений разными вкусами и поэтому люди некоторые перевы как бы пытаются помочь другим переведя их на чтобы они могли не сорваться действительно быть на живой пищи она при этом еще вкусная и полезная потому что действительно если там и орехи и прочее другой вопрос то есть вещи не со со несовместимы есть не совсем совместимы это другая тема отдельных дискуссий совершенно длинных поэтому сейчас не буду вот ну вот уже нападки то есть вот вы заметьте по ходу да идут на все вообще но молодец я кстати тоже этого не ем я ем только например салат у меня 70 процентов овощей орешки кедровые иногда есть но иногда на 30 это фрукты ну и сара иногда сыроидный шоколад мой из тест который я произвожу прочее это да но это все живые сыроидные продукты до последнего ингредиента более ну уже семь лет до и так сказать ну ладно давайте слушай дальше до 5 годам сыроидения получила очень много проблем со здоровьем о чем я уже рассказывала а может быть молодец рассказывала а может быть эти проблемы связаны с тем что из пищи которую она ела не было достаточного количества поступления в организм микро и макроэлементов важнейшие такие как йод хром например так сказать кремний селен и другие естественно если уже этих элементов не было достаточно то организм начинает давать сбой то что они жизненно важны для обеспечения всех биохимических процессов в организме и поэтому естественно накопление проблем то есть дефицита витаминов минералов жирных кислот и так далее обязательно приведет рано или поздно у кого запас прочности хватит на два года у кого на три у кого на пять у кого-то на больше ну как правило меньше чем пять лет и что из того что она этим доказала что сыроид не вредно это же за бред ведущих своих видео так вот у меня спросили если я так сильно пострадала от сыроидения если у меня было действительно такое тяжелое состояние от которого я оправляюсь до сих пор то есть окончательно даже сейчас не оправился вот интересно было бы с ней дискуссию вступить то есть выяснить что за проблемы были задавать именно вопросы по ходу того что она ведь человек как бы констатирует то что и он хочет слышать то что он порой часто вбил себе в голову порой те факты которые являются действительно фактами он обязательно как-то трактует или пытается подогнать какую-то вот подоснову под это делает в то во что верит уже на данном этапе но не всегда это есть так на самом деле бывают ошибочные мнения суждения самосуждение для самоуспокоения для каких-то самоправданий на это психология тут большей степени играет роль вот интересно было бы послушать эти аргументы задать вопросы услышать соответственно вот эти контраргументы повествования и тогда на основании этого понять в прямой дискуссии кто прав кто нет в чем и так далее и вот в споре или в дискуссии как говорится рождается истина совершенно верно хотя уже полтора года я нахожусь на достаточно сбалансированном макробиотическом питании какая молодец макробио а что же она раньше на макробиотическом среднем не находилась а ела только я так понимаю какие-то овощи и фрукты которые конечно же не содержали всех необходимых жизненно важных элементов питания в чем что-то противоречие проблемы их нет противоречий но давайте служить дальше зачем же я рассказываю да да это очень просто зачем если она искренне считает что то сказать пострадала она хочет предостеречь людей видимо так так вот я задумалась зачем я это делаю и поняла что тоже вам расскажет всю правду о сыроедении как не я бог какая а почему же другие правду о сыроедении не могут рассказать она сейчас это объясняет уж все ублюдки мошенники и заинтересованные подлецы которые правду не скажет только она одна речет истину вот она как вопрос то ставит а что все кто являются сыроедами такие но негодяи скажем мягко да кто подъедает но при я уверен абсолютно знаю что михаил советов например у которых сыроед уже лет 8 точно абсолютно не подъедает я например о себе скажу что я никогда в жизни ну вот за последние сколько там 7 лет когда я являюсь сыроедом я ничего не подъедал а если бы я подъедал я бы так сказал людям и даже вот до того как такие видео появились вроде как дамочка это речет сейчас мне даже в голову не приходило что кто-то может обмануть вот я только потом действительно слышал да есть такие люди кто обманывает выдает вот есть я даже недавно ко мне приезжал вот интервью снимать андрея счастья но некоторые только знают его те кто в строительских кругах вот он сдавал мне такой вопрос искать у нас была небольшая на тему дискуссии от снят на видео него на канале выйдет а вот что касается это сказать того что в голову такого даже не могло прийти вот я не знаю если какими надо быть подлецами что так низко врать если ты не являешься зачем ради какой-то корыстной цели но принципы важнее совесть важнее но она-то ведь хает всех сейчас людей кстати с каким выражением лица с таким хитрым все знающим снисходительным чуть ли не но это просто пирожки булочки пирожные лавированные сырки и прочее я знаю очень много бывших сыроедов и что это значит кто много бывших сред кто такое делал конечно такие есть я тоже о таких слышал это что значит что все такие она то делает вывод что все такие но это же подло так делать вывод низко я знаю очень много ненастоящих сыроедов которые не сыроедят но выдают себя за сыроедит и очень понатеют от этого современно распиаренного способа питания современно распиаренного ну то что его в последние годы пропагандируют то есть рассказывают людям собственно сейчас информационный взрыв рассказывают все и обо всем так что и о сыроедении тоже а то что это такой современно распиаренный типа не было раньше что это бред посмотрите начиная с древних времен все были в принципе сыроеды а потом древние греки сократ платон плутарх они тоже были сыроедами веганами сыроедами они прекрасно все оставили своих трудах и это мы можем проследить до того же чернышевского и прочих посмотрите про жену например репина великого художника какие они она вела занятия кружки она даже выступала на тему сыроедения адекватного питания в академии у бехтерева академика непосредственно который давал ей специально выступать перед студентами то есть много сейчас уже не знаем что было сколько книг было про строение фруктурианство даже у нас стране до тридцатых годов двадцатого века но она видимо это не знает или знать не хочет вот очень много сыроедов живых так и общая встречала я за границей россии с сыроедами общалась достаточно мало а вот за границей только почему такой ехидный взгляд в тайланде я живу каждый год в тайланде очень много и там только каждый там наверное каждый второй точно по сыроедию хотя бы сколько-то ну с его слов но на деле интересно что все эти люди с которыми мне приходилось общаться о сыроедении они на самом деле не сыроеды потому что наши общие знакомые начинают мне рассказывать как они ходили все вместе в кафе там ели пицца как она радуется правда искренне нет она ехидствует и в своей вот этой злобе она глумится ели рис и вот эти люди которые так вовлеченно увлеченно беседовали со мной о сыроедении все эти люди они подождите люди может и не есть сыроеды вот где беседовали они понимают например ну при они веганы да они понимают что среди это правильно они слабы или по каким-то иным причинам они не могут не хотят вкусовые пристрастия перевешивают и они не есть сыроеды но они это и не скрывают они просто говорят что это правильно они как бы мечтают или за там планы строят на будущее делятся чем-то она берет это вот пи вот так перевернув так сказать оплевывает этих людей но если если эти люди год я сыроед и действительно подъедали и так сказать вот ели как ангар пиццы хотя на публику говорят что они сыроеды и учат чему-то то эти люди подонки то это правильно это не значит что все такие кто значит вот говорит что он строит а он типа не сыра может быть то есть все врут конечно не все есть подлецы а если те кто порядочные честные люди как бы на самом деле вообще не имеют отношения к сыроедению просто фанатеют есть такие вот зачем я веду этот канал так а кому его вести друзья ведь канал о сыроедении ведут только либо фанатики так либо подождите а фанатике например то есть кого она фанатиками называет хотеть совершенно разные могут быть люди и и не фанатики а те кто просто делится своей радостью есть такие люди делятся своим жизненным опытом пример другим подают есть те кто желают действительно чтобы мир стал лучше чище и по этой причине ведут каналы и являются реально веганами или сыроедами а я не понимаю что значит вот такая наглость огульно охаивать вообще всех я вот всегда против того чтобы огульно даже если большинство хотя я полагаю что не большинство я думаю что где-то может быть где-то 50 на 50 действительно и потом человек например порой был сыроедом вот как добраздравен он был действительно сыроедом да он перестал быть таковым он это честно заявил без всяких так сказать скрываний этой информации поступил честно и порядочно что про таких не надо говорить что вот есть исключение но почему же она не говорит потому что она хочет поглумиться позлиться желчи свою излить изнутра своего гнилого видимо по вот на других людей но это подло инфобизнесмены которые просто тупо наживаются инфобизнесмен потому что а мне рассказывали такие классные интересные истории про то как господа которые очень хорошо зарабатывают на сыроедении которые распиарили себя как супер мега сыроеды как они прекрасно уплетают совершенно несыроедные макароны и ну да и прочее и прочее как она радуется ну если вдруг кинут камень и в мой огород в этой связи ну или кто-то из слушающих смотрящих это может посчитать за таковой то я скажу так что если бы я например перестал есть только живую сырую пищу и перешел бы на какую-то варенку я бы об этом своим зрителям сказал мне не было бы совершенно никак не стыдно я бы объяснил почему скорее все это было бы просто от какого-то глупости от но не безделия там желание какие-то получить тех вкусов давно забытых желание сейчас у меня такого абсолютно нет вкусы меняются у меня не изменились но это за себя что касается бизнеса как любят некоторые приплетать вот она тут пробежалась но я скажу так для тех кто считает что вот у меня например это бизнес и поэтому я типа значит ну таким умником я скажу что я бросил когда перешел на живое питание и очень прибыльные другие виды до бизнеса даже в моем бизнесе по органическим продуктам питания у меня тогда на тот момент была и рыба очень дорогая разная из карелии при начиная от палии там глубоководные форели до различных муксунов там пеледи и так далее с енисея и так далее черная икра которая приносила огромные деньги и когда осознал я это что это плохо и неправильно простите не буду вырезать но уж прямой эфир есть прямой будем так что прямая запись да вернее да вот и звонок был сейчас телефон включил так вот я когда осознал что это ну неправильно это противоречит моим уже у сформированным новым вот убеждением основаны на морали этики на то что я стал задумываться на эти темы что убивать и продавать это и потреблять это одно и то же животных имеют что это участие любое участие кошельком кто покупает кто забивает кто продает одно и то же поэтому я эту часть своего бизнеса в этом бизнесе да просто убрал хотя она была более прибыльные доходно а потому что не мог по-другому поступить как порядочный человек я много даже и выкинул и до сих пор у меня вот так сказать уж сколько лет 7-6 там лежит в некоторых морозильниках когда вы это сказать и продавать не могу по моральным соображениям и выкинуть жалко отдать кому-то может быть но все руки не доходят хотя надо это сделать как так что какая-то рыба даже лежит так вот на было и многое другое были животные которые я так сказать это были целые экспедиции за редкими так сказать породами отправлял там за тысячи километров моих людей огромный трат и потом все это я отдал поменял там людям ну там скажем и так далее да то есть вот понимаете это вот человек не должен поступаться против своей совести убеждений убеждения могут меняться вопрос что это но закономерно тогда когда ты переходишь скажем так на собессознательного на осознанное осмысленное понимание мир устройства и тогда это может быть только в одну сторону путь то есть путь к правде к свету что называется не убей и так далее да и не только человека так вот а в обратную сторону когда переходят люди это вот как правило и меняют то есть понимая что они все-таки делают плохое учат я не знаю если эта женщина сейчас вот это ехидная докатилась ли она опять свернула ли она опять на мясо и так далее она об этом видимо не говорит я по крайней мере это не знаю не слушал но если да то все понятно почему такие язвительные вот эти вот речи но если нет и все-таки она на веганстве как ангет макробиотическом питании не разъясняя здесь хотя пару слов можно было сказать что это такое в ее понимании на это немного другое но она понимает что она дала слабину она пытается оправдать это ну и низкие люди оправдывают себя оплевыванием других как правило это для них интереснее проще даже с юморком можно правда это не юморок а и хитство это разные вещи однако она думает видимо что это вот она на высоте что называется на коне нет она показала себе сейчас с очень подлой низкой стороны ну ладно дальше я конечно из-за звонка долинную свою мысль потерял но сейчас вот давайте да так вот и я забыл что хотел сказать я хотел сказать то что вот например бизнес про значит самые большие свои деньги и очень серьезные бизнеса которые у меня были но например там по серьезной элитной аквариумистике я зарабатывал вообще без интернет сейчас кому-то даже трудно представить то есть имеется ввиду что я не канал вел ни ютуба у меня не было вообще ни каких-то лекций в сети то есть это исключительно было так как велись дела там ну скажем в конце 80 в 90 без всех этих связей а на личных контактах это гораздо сложнее конечно чем сейчас с интернетом и поэтому я человек который прошел через многое были у меня разные виды бизнеса я всегда достигал успехов и здесь я сейчас не потому в данном бизнесе что он такой прибыльный а потому что я оставил те виды бизнеса и так сказать новые те завел которые являются этичными не противоречит на таскать моим убеждениям более этого моя главная цель если же говорит зачем вот деньги и так далее мне для того чтобы воплотить мой проект о котором я не только мечтаю который я и моя команда уже воплощаем это создание лесного заповедника и мы покажем всей стране и миру что можно жить на земле благополучно и счастливой в гармонии с природой и имея очень хороший доход делая при этом прекрасное дело восстанавливая леса которые были утрачены когда-то до ледников это сотни видов растений которые люди сейчас даже многие большинство и не знают это самообновляемые вечно живущие системы которые не остались на территории европейской части россии к сожалению сейчас но это вот задача ближайших лет и мы ее сейчас уже активно начинаем воплощать жизнь для этого нужны большие средства для этого нужно зарабатывать государству это не даст у нас сейчас не социализма я не директор заповедника государственного а потому я есть в этом связи как бы государство для выполнения вот этих задач ну и чтобы люди все нормально достойны счастливы жили на земле коллектив тех кто пошел со мной в этот путь ну а соответственно потом другие увидев результаты захотят а мы поможем им воплотить в их регионах эти идеи поэтому ахайо неогульное бизнесменов то есть тех у кого по-русски говоря есть свое дело или там купцов как раньше говорили кто продает что-то или каких-то производителей что тем подлее потому что у нас здесь сейчас стране практически производств уже нет реально нет то наоборот нужно шляпу снимать перед такими людьми и поклон что хоть что-то делают производят создают свой продукт но вот агуль нахайвать это делают только быдло но теперь дальше и прочее это реально люди которые это видели вот а потом они проводят семинары посредине они учат вас сыроедить правильно они учат вас не срываться они учат вас таким хорошим способом питания которые должны привести вас к успешному сыроедению вот я просто поражаюсь я знаю людей и среди моих знакомых скажем спикеров тех же вот тот же советов он не учит к успешному сыроедению привести он открывает пути более того он часто говорит что наоборот не переходите быстро ешьте там уж если это мясо перестали рыбу оставьте пока с какими-то болезнями я советую он говорит вообще пока так сказать оставить эти продукты и так далее люди разные и вот то что она под одну гребенку всех причем в плохом свете хочет выдать те кто учит среднюю изож это подлость человеческая это показатель и и и вот этой червоточины гнильцы нутра и вот интерес кто ее так сильно обидел или вернее то что она такая слабачка что ли оказалась или на так сказать глупый человеком который не поняла свои же проблемы и она сейчас пытается огадить что делают низкие люди все то во что она раньше верила надо я почему говорю всегда не верить дорогие друзья думать думать если вы свой организм поставляете все необходимые для организма питательные вещества они питательные вещества абсолютно в полном объеме передаются от живой клетки к живой как это в природе есть это разумно ну да иногда бывает что у людей есть проблемы а это не значит что виноват средне это ты вася петя виноват потому что ты не сообразил не понял допустив ошибки теперь пытаешься хаять то что есть истинный то есть закон природы ага хаивать агаживать это негоже делать так вот ошибки есть и если недостаток питательных веществ есть это постепенно приводит правда еще проблемы такие что были хронические заболевания даже если люди о них как бы не знали сейчас у каждого буквально чуть ли не 1 хронический панкреатит разной степени перейдя настроение тем более на овощи многие у кого он есть конечно могут получить не обязательно что получит но могут определенные осложнения которые могут вылиться если эти проблемы не решать дальнейшие проблемы и конечно же в это верите продолжая есть под изъяву свои шоколадки пирожки пончики какая же подлость то есть она сейчас охаивает еще и всех тех людей кто как бы являются не спикерами простые там веганы сыроеды которые перешли изменили питание она считает что все лгуны двуличные сволочи и они врут и другим и себе и прочее вот так что ребята восходят за нос ребята на вас зарабатывают кучу денег вот вы должны об этом знать и кому об этом сказать какая же мерзавка до кого она себя возомнила это кто это такое вообще если не мне так что дорогие увлеченные среди фанатики это видео специально для вас я буду говорить об этом еще долго и поэтому если вам не приятно то что я говорю то лучше отписывайтесь сейчас потому что дальше вам будет еще неприятно смотреть мои видео спасибо большое а может быть дамочка радостная такая совершишь человеческий поступок ну такой как бы сильный я предлагаю ну если не в живьем дату по скайпу например встретиться записать нашу беседу и без всяких корректировок выложите его открытый доступ вот для общего просмотра чтобы не вещать в одну харю как говорится подлости и низости не глумиться над людьми значит над которыми глумиться нечестно и не справедливо потому что они не есть таковы какими их выставляет эта дамочка так вот я предлагаю этой даме не знаю какую зовут потому что у нее канал называется здесь сейчас причем в одно слово вообще это безумная неграмотность или выпендрешь какой-то что значит здесь сейчас а кто такая здесь сейчас это что вот я вот это поражаюсь тоже этим вещам вот я предлагаю открытую дискуссию но может быть этой дамочке кто-то доведет мои слова и вдруг она это видео все-таки посмотрит найдет себе мужество согласиться встретиться и провести беседу культурную всякую ли я наперед скажу а то скажут вот вот спокойную культурную беседу на аргументированную только конечно же ну вот это мое предложение этой дамочки и я просто очень не люблю когда наглость зашкаливает когда хаивают все что только можно и нельзя когда попирают здравый смысл и рассудок и в общем то вот я за то чтобы человек думал логически чтобы он сопоставлял чтобы он имел мужество сказать что я делала ошибки я их понял или я слабак или там слабачкой и или так сказать я просто хочу вкусно пожирать вкусно это в том смысле как мне кажется привычно из прошлой жизни вкусно и поэтому а поэтому нужно сказать именно так тогда как бы это например сделал я или также как это говорят как раз те люди которых я знаю в области сыроедения ну например вот те же искать в этой связи совершенно поступают честно и советов и добраздравен хотя он сейчас не сыроед но так он же так и объяснился как есть поэтому не все подлецы не все двуличные сволочи и меня как человека верни является таковым она обидела всех значит но она же огульна то есть значит и меня поэтому я вполне имею право и имел право на это видео который сейчас записал потому что этим она оскорбила в том числе меня не заслуженно несправедливо а у меня как говорится обостренное чувство справедливости поэтому не мог стерпеть не мог сдержаться и выпустил это видео всего вам самые лучшие дорогие друзья до новых встреч